сегодня поговорим об актюбинской области казахстане попросил подписчик посмотреть что-то у него не получается с картами посмотрим значит основной на что хочу обратить внимание что актюбинская область граничит с оренбургской областью то есть принцип поиска золота в принципе тот же самый то есть это вот этот район значит посмотрим мы на карту рельефа вот он у нас урал идет мы помним да что давние в давние времена произошло смятие вот с этой стороны значит здесь было море и тектоника такова что она сменала вот этот участочек и выдавливала уральские горы на поверхность соответственно ее и южный урал то же самое вот мы видим до рельеф как сложен и потом после этого водичка промывала вот эту часть размывала то есть если здесь горы остались то юг урала это оренбургская область и соответственно северная часть казахстана в частности актюбинская область они размыты или же где-то так скажем слабенько были образованы горы но здесь разрушение тектонические были были выходы выхода интрузии на поверхность мы посмотрим по геологическим картам что там как ну естественно меловые отложения ну сколько миллионов десятков миллионов лет здесь было море динозавры ходили сейчас все это на поверхности жители тех краев и наблюдают белая так скажем поверхность это и есть меловые отложения а вот смотрите остатки горных каких-то хребтов вот здесь и надо бродить сразу даже без геологии без всякой кто вот живет к примеру да вот и город шахта называется знаешь что то здесь есть и и шахт живет здесь да не надо далеко ехать побродите здесь поищите просто именно так вот посмотрите где что чего как может быть именно визуально смятия вот прекрасно видны скорее всего видны выходы каких-то магматических пород на поверхность то есть тот же гранит виден на белом фоне на песочке возможно где-то как и в оренбургской области кварц на поверхности ушки кварца лежат вы живете в тех краях поэтому вам легче намного ну давайте на фотографии прежде чем геологии перейти взглянем что здесь есть но фотографии у нас не очень много у холмы есть это уже понятное дело уже хорошо ну пожалуйста вот она вам магматика чистейшая все значит что-то чего-то а вот здесь конечно вряд ли что будет степи 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 а там в горах может есть смысл побродить вот сопки пожалуйста как они образовались коим образом значит кто здесь где-то что-то обитает проезжает остановитесь посмотрите присмотритесь что может где-то здесь кварцевые жилы оренбургскую область посмотрите там прекрасно прям видно и но раз как кварц сечет здесь тоже он какие-то образования каменюки а как бы здесь не конгломерат а вот это вот уже интересно это где у нас на графе речка эмбо что-то похоже на это получается да ну чистого морские морские отложения свои миллионы лет миллионы лет миллионы лет и все и вот она пожалуйста динозавры ходили а теперь человеки ходят так речка эмбо значит получается у нас эмбо на где она у нас а где у нас эмбо то а вот 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 прошу прощения значит вот эмбо и вот значит тут река пошла здесь песочек ну и есть он что-то какие-то холмы есть по рельефу уже дан с водой конечно здесь проблема это нужен металлоискатель и с металлоискателем бродить по сопкам ну и ближе конечно все ж таки на север на север на север в эти края надо и идти больше видимо тут ничего не придумать в карьеры какие-то человеке накопали мы знаем что на востоке оренбургской области очень большое количество выхода кварцевых жил и есть рудное и рассыпную золото актюбинской области уже говорил примыкает к оренбургской то есть мы первым делом мы начинаем искать на севере актюбинской области к сожалению не по всем квадратиком есть карты полезных ископаемых вот одну карту наш нашел где есть полезные ископаемые по ним и по этой карте мы принцип разберем а дальше уже каждый будет сам так скажем разбираться и смотреть значит в полезных ископаемых условных обозначениях мы огень у меня потерялись условным обозначение так ладно не принципиально и я знаю главное золото значит обозначается здесь вот таким вот образом на этой карте вот видите то есть кружочек с черными точками и 4 квадратика вот это и золото проявление золото то есть в этих местах было найдено какое-то количество золота что это за место значит ну что ориентируемся по картам дорога вот она где-то вот этот район получается значит вот у нас выступ вот он вы студа вот она дорога да вот дорога и от нее вправо вот где-то вот в этом месте получается да но при желании можно более все точно определить вот выступ тоже дороги какой-то а вот он он вот то есть сарат ориентируемся на сарат вот он и сюда вот и вот у нас получается до проявления золота то есть вот в этих вот степях где нет воды ну или какие-то солончаковые озера то есть только с металлодетектором лучший вариант конечно поиск кварцевых жил и уже там с металлодетектором бродить а здесь тоскливо конечно а вот смотрите интересный моментик все это тут делали люди бурили что-то непонятно деятельность человека что делали они здесь не ясно ну что-то делали что-то искали более никак это не пахали же правильно ну это выше сарата это выше сарат это где-то вот здесь этой карты нет полезных ископаемых ладненько мы вернемся к этой карте значит при желании а нет это наверно вот это и есть как раз место да 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 вот же дорога пошла так и у нас так вот она дорога пошла и выше этого не вы выше сарата здесь это чуть левее еще повыше получается это где-то вот здесь это где-то вот в этих местах до броди здесь конечно у ее и куда идти с металлодетектора но это местным надо это смотреть надо смотреть надо туда же фотографий никаких нет не 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 видим мы что есть космический корабль приземления степи 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 а по этим по этой карте я бы чтобы сориентировался но опять таки далеко вы заезжать не надо не надейтесь на так скажем какие-то сверх находки оно может быть а может и не быть на вот этой карте значит есть очень интересненькие моментики ну во первых понять что такое интрузия увидеть их на карте интрузии значит они вот со всякими такими буковками хитренькими хитренькими условных обозначениях они вот есть вот интрузивные породы граниты видите как обозначается нас должно интересовать кто граниты золото ассоциируется с гранитами гранита диоритами и диоритами то есть вот такие буковки мы должны запомнить и больше ничего не фантазировать то есть искать то есть искать вот такие интрузии с такими буковками и ну вот еще гранит огнице значит но это то есть вот эта буква да и вы и бета то есть вот вот в гранитодиоритах эти две буквы они соединены и на контакте на контакте интрузии и вмещающих пород то есть вот к примеру да мы смотрим здесь может не так сейчас я вот так вот покажу покажу а ну вот здесь хорошо видно наглядно точнее не хорошо наглядно значит смотрим значит никогда было море океан каменоугольный период значит плескалась море и разорвало землю и гранит на это скажем магма проникла внутрь в последующем ее еще раз разорвало и и еще одна и друзья сюда то есть еще один поток лавы проник сюда то есть и на контакте интрузивных пород и вмещающих то есть вот это вот вмещающая порода она жила здесь а интрузия пришла к ней и вот на этом контакте циркулировали циркулировала водичка насыщенной минералами ну представляете море океан да и здесь разрывается естественно вода вниз нагревается насыщается минералами выходит на поверхность и здесь она соответственно минералы выпадают в осадок то же самое с этой стороны также вот эти вот разрывные нарушения то есть сдвиги видите какой сдвиг получился то есть вот эта часть просела вниз это приподнялась там ну как то то есть как природа хотела так она все это дело и творила возможно вот эта интрузия она вот эту часть подхватила и выдавила наверх здесь тоже циркулировала циркулировали растворы несущие минералы то есть тоже вполне возможно вот здесь вот что-то отложилось какие-то элементы химические разрывчики какие то есть видим мы выход гранитов видим мы отложения кстати мы тоже долго не задумываемся смотрим что такое c1 t2 в условных обозначениях вот c1 t2 что это такое значит песчаники олевролиты олевросланцы филиты сланцы то есть породы очень сильно отличающиеся от гранитов то есть их не спутать гранит ну всем понятен да гранит есть гранит и мы его прекрасно отличим то есть на вот этих вот контактах интрузии и вмещающих пород можно так скажем поискать где выходят кварцевые жилы а вот тут геологи нам помогли смотрите как кварцевые жилы полосочка и три точки запомнили да ну и есть значит еще помощь контур гетературмального изменения пород то есть горячие воды шли они изменяли породы соответственно там тоже могут быть какие-то интересные минералы кварцевание перетизация да можно но это скорее тем кто занимается рудным вряд ли обычный старатель что-то интересное для себя сможет в этих краях найти хотя вполне возможно и вот она интересная штриховочка кара выветривание выветривание это не ветер не работа ветра это работа всех природных сил то есть ветер дождь мороз солнце вода это химия то есть что-то с неба упало так скажем кислотные дожди прошли вулканы работали соответственно дождь шел кислые дожди прошли они соответственно химическую реакцию породы вступили произошло значит вынос элементов которые вступили в реакцию с кислотой а золото как вы знаете оно химически не очень активно то есть оно остается на месте и так значит кварцевые жилы в первую очередь смотрим где они есть возвращаемся и начинаем их искать вот они вот они красавчики смотрите видите и тут же мы видим косую штриховку то есть коры выветривания то есть кварцевые жилы вышли на поверхность за счет того что поверхность выветрила то есть водой водой как опять вспоминаем значит здесь было море море океан вот здесь проходила течение в комментариях один из подписчиков сказал что здесь был очень мощный поток ссылку давал на источники значит что в свое время был очень сильный поток ну и понятное дело где море там соответственно приливы отливы шторма цунами ну все ж таки прилично вот если на территории как мы видим выходят на поверхность каменоугольные отложения то есть даже меловых отложений нет не говоря о юрских там которые вот они вроде бы как рядышком да опять поисковой строке каменоугольный период набрали смотрим википедия долго не думаю не фантазируем ничего начался 358 миллионов лет тому назад закончился 298 миллионов лет назад ой не не туда увел понимаете 60 миллионов лет то есть после него после каменоугольного периода вот он карбон да был пермь триаз юра мел в триаз значит материки очень сильно двигались были очень мощные разрушения коры поверхности земли юра мел в мел вымерли динозавры последние все закончились то есть тоже были большие извержения вулкана и прочее все то есть вот он период так скажем вот это миллионы лет то есть это не сто не двести не тысячи лет то есть понимаете да что в карбон случилось значит какое-то образование чего-то значит это и потом вот эти миллионы лет поверхность земли выветрилась вот с периода значит карбона возьмем если рассматриваем 359 миллионов лет назад да и окончание мелового периода 66 миллионов это 300 миллионов лет назад поверхность октябинской области размывалась морем то есть 300 миллионов лет понимаете не тысячу лет не сто тысяч там а 300 миллионов лет вот эта поверхность моря туда-сюда туда-сюда перемывала размывала вот это и есть коровыветривание потом соответственно 60 миллионов оставшихся до сегодняшнего дня лет действовали дождики солнце тот же ветер и вот они кварцевые жилы а кстати вот вам пожалуйста и значок золота вот гора Текелитау мы не будем на другие значки обращать внимание они очень интересны вот значок кварца да здесь какие-то валуны мы наблюдаем да осыпь каменную интузивные массивы наблюдаем все мы видим вот кварцевые жилки коровыветривание то есть разрушение поверхности данной и давайте попытаемся найти значит вот граница получается да ровненько и вниз переходим на яндекс карты вот она где-то здесь значит получается у нас вот вот этот райончик да сейчас еще раз сориентируемся вот она дорога да у нас получается вот она река да между рекой и границей где-то на одной третьей от границы правильно река делает изгиб вот комсомольская вот комсомольская река делает изгиб на одной третьей где-то вот на этом участочке будет гора на которой значит есть вот здесь ее не видно гору вот похоже наверное вот это вот она но водички здесь нет здесь только с металлодетектором и смотреть вот это место значит где-то предполагаю что где-то здесь гора потому что вот водные потоки вот как видны да значит вот здесь гора но это можно найти при желании обработанные поля и вот интересно вот на этом месте искать выходы кварцев жил что вот это белая 5 так скажешь но кто его знает а может и кварц именно как раз кварцевые жилы выходят всяко может быть ну то есть понятен принцип поиска не обязательно искать непосредственно значки золото которые показали геологи можно посмотреть кварцевые жилки и в помощь кора выветривание идет то есть разрушение поверхности земли ветром дождем морем всем чем угодно я даже еще и не знаю что подсказать как подсказать значит да ну попробую я еще какую-нибудь карту найти где можно посмотреть и вернемся мы смотрю карты и вот решил такую карту взять где нет геологическая карта это где нет никаких интрузий никаких отметок о том что проявление золото есть вот она такая желтая вся да то есть что это чего это все не ничего и какие-то красные полосочки есть да значит где тут может быть тут что-то не может быть геологи говорят нет здесь ничего да все вот нету нету да никакого золота здесь нечего искать да на самом деле посмотреть можно где можно посмотреть значит ну во первых это речке если есть такая возможность и озеро там все другой другой момент и когда вот здесь посмотрим на разрезе вот очень интересный момент интрузия но она не пробивает а значит что вот это такое значит желтенькая да то есть если это буковка c каменоугольный период который мы с вами разбирали уже смотрели которые 300 с лишним миллионов лет назад а вот это пг буковки значит пг буковки это палеогеновая система это практически современная сегодняшняя система несколько десятков миллионов лет она началась назад да и достаточно так скажем вот не недавно по геологическим меркам закончилась в основном это глины пески а левролиты то есть ну такое дело ничего вроде как интересного для нас для старателей нет да но вот этот момент тогда каменоугольной интрузии они могут быть интересны в каком плане но это каменоугольная это еще в те времена а вот если она более современная да то вот здесь прострел вполне мог быть вот эти песчаники а левролиты 100 метров для выхода кварцевых жил это не расстояние то есть даже если где-то будет стряска где-то будет разлом на километровой глубине то геотермальные вода не пробьют эту толщу без всякого и вынесут химические элементы на поверхность поэтому вполне тем более что ранее ранее здесь было море воспоминаем да то есть было море милового периода было море юрского периода все это выветрилось все это в песок превратилось но насколько мы знаем это породы насколько мы знаем золото не разрушается до его потихонечку потихонечку может конечно сточить там песок камни всевозможные но это все ж таки химически неактивные элементы и он достаточно дано достаточно долго так скажем будет сохраняться поэтому таких вот местах где были интрузии да они то были выше этот интрузивный массив был где-то здесь это уже потом он разрушился и разровнялся вот здесь вот под воздействием 10 миллионов лет вполне возможно где-то здесь что-то лежит воды не было золото вполне может по поверхности может быть вот этот слой был еще метров на 50 выше а потом ветром песок сдуло а самородки лежат сверху и такие как максимов рома ходят собирают их по 20 килограмм за выход но это конечно маловероятно но все же таки как говорится на безрыбье и рак рыба хочется человеку побродить металлодетектором да пусть он значит посмотрит по картам нет возможности у него далеко ехать за 50 до 100 километров а вот рядышком его населенным пунктом да вот эти вот разрубные разрушения вот они линии технического контакта достоверные предполагаемые они имеются да то есть в этих местах вполне возможно образование чего-то не обязательно но вполне возможно то есть поэтому можно вот в этом районе чеки озеро окудук до живет кто-то здесь где-то да в этом месте ну проехал он вот этот участок обследовал посмотрел да здесь вот смотрим да разрыв и видимо что-то типа каких-то речек есть а здесь сухое русло даже и написано и черточками сухой ну а бродить можно по бродить можно и это река сухая тоже с водой плохо уже сложно но так скажем попытаться можно вот этот участок вполне интересен ну вот нашел листом 4023 вот если так ориентироваться получается торск октабе и вот он внизу лист да прям он сразу такой красивенький получается здесь разнообразие шикарнейшая здесь сразу вот эти красные пятна интрузивные бросаются в глаза начинаем приближать наблюдаем значит пожалуйста гранит здесь куча красных полосочек да ну уже как говорится заманчиво интересно и и уже начинаешь поплотнее рассматривать поплотнее смотришь ну как я и говорил вот сразу кварцевые жилки полосочкой три точки но пожалуйста вам те сбуд то речка вот на ней но русло сухое русло сухое но зато вот пожалуйста шлиховых пробах присутствует золото то есть некий интрузивный массив и он разрушался выветривался соответственно и здесь было отложено золото значит просто терз будто значит шило значит это у нас подорском полу шее а кто больше или а вот это наверное и есть где-то вот это вот вот ты как бы это не эта речка да а нет это вверх течет река это река вверх течет не туда посмотрел а кто б это здесь а ну это вот как раз речка ори получается скорее всего шиели ой да это ой вот она ори получается вот все речка орь речка орь ну местные разберутся кому интересно я говорю я сейчас не буду сильно вникать то есть вот пожалуйста тоже золото золото кризыл кудук ориентировка алга населенный пункт какой-то до получается вот река вот так вот изгибается попробуем понять наверно вот да это вот очень похоже вот на эту часть на хуже на дорога ниже дороги дорога ниже дороги али вот она куб а там ды здесь хоть водичка то есть он видна вода вот эта река аксу читается а вот это а вот ой ой шили терцбукта шисай приток и не не разберусь я вот так ладненько кто местному проще вон я в каком-то ролике это местные моментально меня поправили то есть они там сами своими ножками переходили все они прекрасно визуально представляют вот вот интересное место смотрите да то есть на зелененьком фоне значит опять не задумаемся что вот это такое значит условное обозначение открываем миловой миловая система обозначается вот этими буковками двумя то есть вокруг миловая система а здесь в центре мы видим что кучу разломов кучу трещин и каменного отложения каменноугольного периода то есть вполне возможно вот здесь вот что-то чего-то но геологи не нашли ничего плане золото ну живущие здесь могут побродить инкрузивный массив какой-то некий да опять таки и не один их здесь несколько опять таки каменноугольное отложение более позднее чем миловой период и миловой период то есть если все это дело морем перемывалась то если что-то что-то чего-то то но отложилась вот здесь вот на этой площади ручкой легко показывать на карте на самом деле это километры десятки километров пути реально и вот к этому моментику возвращаемся да здесь огромное количество всевозможных интузий разломов всего-всего и черные точки о том что геологи здесь что-то нашли но а нас интересуют вот эти вот кружочки да вот золото смотрим вот золото смотрим вот золото вот золото то есть вот золото здесь пробах написано золото шли хавых то есть вот золото ну то есть в этой стороне значит есть это что у нас получается ориентировка канды агаш и уходим вправо под орском прямо и чуть правее канды гаш попробуем сейчас найти на картах это место яндекс картах а вот он кандыгаш все значит кандыгаш и прям по прямой по прямой не сворачивая да вот такого выступа дороги краю вот у нас получается границы и вот здесь вот получается вот край границы вот он выступ дороги прямую линию проводим вниз и прямую то кандыгаш и то есть это вот эта часть вот это место переключаем на спутник и видим здесь видимо здесь что речки здесь есть что водичка здесь есть белое это миловые отложения тут какая-то гора наблюдается что вот здесь можно побродить достаточно интересно тирсбут так река сухая это без воды текущая сюда а здесь значит что у нас ориентиры какие никаких у нас ориентиров тут нет кроме черных точек с золотом и такие значит кстати разрез вот разрез значит а.б.в. да давайте посмотрим чего у нас тут на разрезе и всевозможные интрузивные массивы куча разломов что на нижнем что на верхнем разрезе и интересным так вот он значит у нас этот массивчик получается а а сын дэк тау гора ориентировка вот она да бажир гурт мечеть речка оль да и вниз мы не сопускаемся и козу вызыл кудук тоже вот золото у нас но это вот мужу обсуждали да а здесь и ориентиров так не дам ну я еще раз говорю при желание все это можно сориентироваться ну вот точки треугольнички это вершины гор видите здесь больше никак не сын так что нам еще может дать но может дать привязку больше ничего не даст это надо конечно так смотреть и то по карты поднимать ну вот треугольничек да видим да теперь прозрачность меняем движком вот движочек есть здесь да на карте вот видите движок я его двигаю движок вправо мышкой и проявляется геологическая карта то есть вот она вершина горы вот она и сюда мы смотрим значит это живу мантау название вроде так я прошу прощения если произношение не то не видно здесь вот вы уже сами так скажем на месте сориентируетесь еще вот одну вершинку вот так обозначим да вот она треугольничек и сюда раз а здесь ее и не видно что это за гора и такое может быть но я надеюсь поняли вы да что вот таким вот образом да можно отыскать интересные места а уже там повезет или не повезет это уже извините это уже как кому как естественно всю область я не смогу просмотреть не смогу ее писать но это большая работа это уже работа самая настоящая и люди над этими то картами работали огромное количество времени тем более специалисты работали а не мы простые так скажем люди ну все что удачи пожелаю смотрите карты и удачи и 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